Для запуска робота выбрали место, где река Объяснения впадает в бухту Золотой Рог. Здесь характерный запах и, как предполагают, очень грязное море. Чтобы определить степень загрязнения акватории, специального подводного робота опустят в море на глубину 3 метров. Он пройдет 300 метров и с помощью датчиков зафиксирует, как сточные воды влияют на бухту. Это просто некое транспортное средство, которое будет идти по строго заданному маршруту под водой и выполнять реальные вертикальные разрезы структуры поля загрязнения в конкретной акватории. Он несет датчики, информация от которых записывается, с точной привязкой к текущим координатам. Таким образом, запуск робота начинается еще от компьютера. Здесь важно рассчитать, с какой скоростью, на какую глубину и расстояние он пойдет. В общем, программисту необходимо описать пошагово все инструкции, вплоть до того, когда робот должен всплыть. Я подготавливаю миссию, то есть задание, то есть то, что будет робот выполнять, как бы без нашего участия, но под нашим контролем. Мы загружаем его на бортовой компьютер этого робота, дальше как бы я отсоединяю кабель и мы погружаем его в воду. Сегодня у робота будет несколько погружений в разных местах золотого рога. Выбирали самые проблемные участки. На каждую миссию отвели примерно 40 минут. Дальше все полученные сведения передадут исследователям, которые будут их расшифровывать и делать оценку. Благодаря этому составят подробный план очистки водоема. Там помимо речки Объяснений еще три выпуска водоканала. Больших достаточно. Поэтому как раз очень важно посмотреть, как эти выпуски, так сказать, и речка Объяснений влияют на состояние воды. И что происходит по мере удаления от этих выпусков. Становится ли вода чище и насколько. Просмотр подводных глубин золотого рога с помощью робота – это финальная часть исследований загрязнений. До этого уже провели ряд различных съемок, с помощью которых оценили качество воды и выяснили, как именно вещества мешают нормальному существованию акватории. Была сделана ботиметрическая съемка, то есть съемка рельефа дна. С помощью гидролокатора бокового обзора были осмотрены все гидротехнические сооружения и дно, для того, чтобы понять, какие там объекты находятся, затопленные в том числе. Была сделана магнитная съемка для того, чтобы увидеть крупные металлические предметы. По словам ученых, через месяц они опубликуют итоги всех произведенных исследований и приступят к созданию плана по очищению бухты. Конкретных сроков не называли, но планируют заняться облагораживанием бухты летом 2018 года. Бухта Золотой Рог Здесь расположены три порта и нефтебаза. Отходы от кораблей и мусор, что выбрасывают в море люди, все это уже не один десяток лет загрязняет бухту. Но все же самая главная проблема – сточные воды. Свыше 9 миллионов кубометров в год. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.